Друзья, всем привет! В этом видеоролике мы с вами обсудим ситуацию на рынке по продаже новых автомобилей. Казалось бы, кому они нужны, эти новые тачки? В стране вирус, кризис, темное будущее. Тем не менее, я сделал публикацию в Instagram нашего канала, я сделал публикацию в сообщество YouTube. И просто был удивлен, потому что людям действительно интересно, что сейчас происходит на рынке по продаже новых автомобилей. И я предложил вам сделать следующую идею. Позвонить 11 популярным брендам по продажам в нашей стране, среди которых Toyota, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, Skoda, Mercedes, Audi, BMW, Kia, Hyundai, Mazda. Звонить я буду своим знакомым менеджером и руководителем отделов продаж. С одной единственной целью узнать, что сейчас происходит на рынке. Выросли цены, какие есть скидки, какие поддержки от государства, возможно, они получили, от производителей. В общем, в этом ролике по каждому бренду вы узнаете конкретную информацию. Я постараюсь его сделать сжатым, но чтобы донести до вас только полезную информацию. И не размазывая кашу по тарелке, мы могли бы прямо сейчас перейти к основной теме выпуска. Но времена тяжелые, поэтому, ребята, буквально полторы минуты спонсор этого выпуска. После чего мы переходим к основной теме выпуска. Не переключайтесь. А спонсором этого выпуска является компания Автозаказ. Парни из Приморского края уже много лет оказывают профессиональную помощь в покупке автомобилей с аукционов из Японии. Внимание! Их услуги актуальны для всей нашей страны. Самое главное, что они продолжают возить активно автомобили своим клиентам. Границы не закрыты и закрываться не будут. Доставка происходит по всей России. Так как произошел рост курса доллара, в нашей стране цены на новые автомобили тут же выросли. Наша страна практически месяц не покупала автомобили из Японии. И знаете, что сделали японцы? Они просто-напросто снизили цены на автомобили. Но в пересчете по калькулятору получается такая картина, что вы покупаете автомобили, можно сказать, по старым ценам. У компании Автозаказ 100% прозрачность сделки. Вы сами можете проверять лото и видеть, за сколько куплена машина. Вам предоставляется вся информация. Фотографии, аукционный лист с переводом, замечания инспектора. Полное сопровождение сделки на всех этапах. Вам не нужно больше никуда обращаться, искать какие-то транспортные компании, брокеров. Все за вас делают парни. От и до. Ну и, конечно же, полный расчет за автомобиль происходит только после того, как он будет растаможен. Настоящие праворульные автомобили из Японии в нашей стране всегда будут актуальны и пользоваться спросом. Потому что это настоящее качество. Итак, друзья, все те, кто хотят подобрать себе стоящие автомобили из Японии, я вам рекомендую обратить внимание на компанию Автозаказ, которая вам в этом поможет оказать услуги на профессиональном уровне. Все ссылочки на них остаются в описании. Я также оставляю их YouTube-канал, где вы можете посмотреть живые примеры, как они покупают людям и общение с ними. Отзывы, все в открытую происходит. То же самое с Инстаграмом. При обращении к ним и в дальнейшем покупке автомобиля, ссылая, что вы от Машкова, вы получите приятный бонус. Два года вы будете обеспечены моторным маслом. Люди уже обращались, люди уже покупали. Компания Автозаказ, ссылочка ждет тебя в описании. Итак, друзья, наступил следующий день. Информация собрана. Со слов менеджеров все записано. Я вам сейчас все доложу. Изначально я хотел сделать тайм-код к этому ролику по каждому бренду. Но смотрите все до конца. Таким образом у вас будет общая картина. Первое, с кого мы начнем. Первое, кому я позвонил, это был дилер Шкода. Значит, в апреле у них, конечно же, была просадка. Но в целом продажи все равно были не так, как раньше. Раньше, например, у них был план на одного менеджера примерно 12 машин в месяц. Сейчас, говорит, 5-7 машин продаешь уже хорошо. Сейчас, в начале мая, пошли опять звонки. Народ потихоньку возвращается. Покупки происходят. Даже мы успели уже купить дистанционно одну машину. Вот сейчас мы оформляем это Шкода Корок. Значит, что по ценам? Естественно, у них еще до того, как пошла вот эта самоизоляция, уже начали расти цены. Об этом я вам рассказывал раньше. Потому что ценник примерно вырастал на 40-60 тысяч рублей. Все зависит от модели. На некоторые модели, на определенные комплектации, типа Rapido, цены вроде даже как не изменились. Что сегодня по скидкам? Значит, заходите на официальный сайт, видите комплектации, видите цены. На что можно рассчитывать? Первое, если речь идет про Octavio. Минус 95 тысяч рублей, 100% можно будет торговать. Если у вас есть трейд-ин, еще дополнительная поддержка 50 тысяч рублей. Корок, на который изначально, как бы не было скидок, сейчас, пожалуйста, минус 75 тысяч рублей. Запросто можно будет сбить. Трейд-ин поддержка 40 тысяч рублей. Кодиак. Вот здесь, конечно, стоит остановиться. Потому что Кодиак, на самом деле, очень востребованная машина. Вот я сколько их покупаю, реально очень много приходит запросов Кодиак, Кодиак, Кодиак. Как дизельные, так и бензиновые. Но на него сейчас скидка, как бы, 25 тысяч рублей. Конечно же, возможно, получится сделать больше. Все, что я вам сегодня рассказываю, это примерные цифры. Найдете больше, замечательно. Но вот на эти цены можно ориентироваться. Но при этом на Кодиак поддержка идет по трейд-ину 100 тысяч рублей. Рапид 2019 года. Машин достаточно, поддержка, ну, сразу на трейд-ин 40 тысяч рублей. Скидка примерно 90 тысяч рублей. На новый Рапид пока что ничего не известно. Его вот-вот только анонсировали. Поэтому, что там будет, покажет только лишь время. Если вы сдаете в трейд-ин Шкода на Шкоду, дополнительно ко всем цифрам по трейд-ину плюсуйте 15 тысяч рублей. По подаркам. На что стоит рассчитывать? Как в старые добрые времена. Коврики, брызговики, сеточка, сигнализация. В общем, резину точно не подарят. Какие-то дополнительные допы. Все в процессе переговоров. Подчеркиваю еще раз. Все, что я вам сегодня буду озвучивать, вот это вот примерно вводные данные. Потому что я уверен, что по определенным машинам при истечении обстоятельств можно будет добиться более лучших предложений. Сюда же кредит. Значит, кредит сейчас, в принципе, по всем основная задача накидывать что-нибудь дополнительно, чтобы салоны зарабатывали. Но при грамотном подходе вы без проблем получите честный кредит, прозрачный кредит. То есть без каких-либо дополнительных накиданных страховок жизни. Либо же его тоже можно крутануть ради скидки. Если мы рассматриваем Шкоду до 2 миллионов рублей, скидка дополнительно получится примерно 40-70 тысяч рублей. Все зависит от цены автомобиля. Сегодня взяли кредит, завтра закрыли, все. В такой ситуации, как минимум, вы можете выгодить каску. Прям максимально расширенная каска со всеми плюшками на воротах, с гапом. И она у вас получится как бы в подарок. По наличию автомобилей машины есть. Поставки тоже у них уже готовятся. Выкуп ПТС. Вот это важно. Есть ли машина в наличии с ПТС, это прям бинго. Если ПТС нет, то выкуп происходит по следующему примеру. Либо 50% предоплаты, либо 100% оплата. Как это происходит? Вы приезжаете к дилеру, у них, в частности, например, можно договориться, как вы оплачиваете карты. По реквизитам падают деньги, все о них ведь, подтверждают. И, соответственно, день-два выкуп ПТС, после чего вы приезжаете, стоит машина с доп. оборудованием, которое вам там, либо вы заказали, либо вам подарили его. Собственно, подписывайте документы и в стандартном режиме уезжаете. В общем, вот такая ситуация по Шкоде. Цены выросли, при этом есть дополнительные поддержки от производителей, прямые скидки от салонов. Поэтому, по сути, как бы ситуация изменилась, но не такие большие скидки, как раньше. Но, опять же, большая часть машин, за исключением Рапида, они уже будут 2020 года. Мы с вами едем дальше. Это будет Volkswagen. Значит, у них ситуация следующая. С 8 апреля заработал завод, соответственно, по идее, как сейчас будет больше завозиться автомобили. Машины есть в наличии, их, конечно, не так много, то есть нет обилия по комплектациям. Но выбрать есть из чего, то есть по Москве, я думаю, свой автомобиль вы найти сможете. Начнем с самого простого пола 2019 года. Поддержка принимает производитель 50 тысяч рублей, а дальше, внимание, все нужно будет считать индивидуально. Потому что там есть поддержка за трейды дополнительно 50 тысяч рублей. Но надо смотреть, как оценит ваш автомобиль. За кредит то же самое. Можно взять и кредит ради скидки. Можно взять голый кредит. Можно нарваться на кредит вот с таким приданным. В общем, для себя автомобиль купить выгодно можно. Опять же, этот автомобиль проходит по программе «Первый автомобиль». Поэтому на него можно получить скидку 10% дополнительным, типа как субсидии от государства. Но вот этот первый автомобиль, чтобы получить честные 10%, это надо постараться. Вот изучайте вопрос. Некоторым удается, а некоторым не удается вообще. Дело серьезное. Дальше, тигуаны. Ну, смотрите, здесь картина следующая. Вот есть маржа на автомобиле, ну, допустим, 100-150 тысяч рублей. Может быть больше, все в зависимости от комплектации. Конечно же, с вами с удовольствием поделятся. Так, например, мы подбираем машину, на которую маржа 100 тысяч рублей. Это небогатая комплектация. 50 тысяч готово скинуть. Все, что больше, опять же, применять надо. Кредит ради скидки. Можно взять все прозрачно. Отдельная история. Ну, мы про нее даже рассказывали, показывали, как это происходит. Есть комплектации, так, например, там Sportline под 2 миллиона 700 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Там скидку предложили 200 тысяч рублей. То есть, как раньше, на подобные автомобили типа Sportline там 400, 500 было. Это все реально. Это не выдумки. Я покупал. Есть там куча роликов про эту тему. Такого сейчас, конечно же, не делают. Опять же, кредиты пустые. Взять реально. Но задача, конечно же, со всех руководителей отделов продаж и кредитных отделов навязывать кредиты, там что-то накидывать. Потому что салоны должны зарабатывать. Простой был большой. Завод заработал с 8 апреля. Соответственно, все пошло в бой. Потихонечку восстанавливается. То есть, особо как-то я бы не сказал, что кто-то там прям жалуется. Ну да, там просели. Сейчас звоню менеджеру. Сейчас-сейчас перезвоню на сделки. Там еще какие-то звонки есть. То есть, пока что, вроде как, проглядывается светлое будущее. И самое главное по ценам, что все ожидали там какого-то прироста из серии там в 100-200 тысяч рублей, когда вся эта, скажем так, заварушка начиналась. По факту, как вот выросли они тогда там на 40-60 тысяч рублей. Все, каких-то особых приростов больше не было. Сейчас, опять же, в силу конкуренции по всей Москве можно найти выгодные варианты для себя. Если смотреть по регионам, когда один дилер, конечно, там монополия. Он диктует свои правила. Хочешь, покупай, не хочешь, не покупай. В Москве в этом плане повыгоднее. Ну а мы с вами едем дальше. Третье. Это у нас Мазда. Значит, картина следующая. Та же самая история по апреле, что просели. Сейчас потихонечку начинает восстанавливаться. Перейдем сразу к ценам. Мазда 6 и CX-5 2020 года автомобили. Скидка прямая за наличку примерно 50-100 тысяч рублей. Это то, что вы там смело можете получить. Получите больше. Вполне такое возможно. Нужно этого всего добиваться. Машин 2019 года практически не осталось. Не знаю, может быть, единицы какие-то есть. Но, скорее всего, их уже нет. Но есть Мазда CX-9 2019 года, который недавно покупал человек со скидкой в 250 тысяч рублей за наличный расчет, подчеркиваю. И важно понимать, что Мазда CX-9 попала в группу автомобилей, на которой распространяется налог на роскошь. Подарки. Дарят по мелочи. Но важно понимать, что сейчас они ожидают также приезда дополнительного оборудования, которое в дальнейшем они также смогут вам дарить. Выкуп ПТС происходит, в принципе, быстро. Многие автомобили, которые находятся в наличии, они уже стоят с ПТС. То есть ты приехал, посмотрел, договорился, оплатил, подождал, уехал. Все, сделку можешь совершить одним днем. Реально. Если же нужный автомобиль ПТС нет, то у них происходит, как и раньше. 15 тысяч оставил, они выкупили, ты приехал, забрал. То есть в этом плане никаких там изменений не произошло. То есть, грубо говоря, на автомобиле 2020 года, там вот 1100 сбить, это нормальная цифра. Опять же, если еще и подарков дадут. Мазда 3, на них продажи как были единичные, так и остались. Там 1-2 машины в месяц, но продается. Упали очень сильно поддержки от производителей с точки зрения трейдина. То есть непосредственно сама Мазда компенсирует 20 тысяч рублей. А это значит, что вам трейдин на Мазду сейчас может быть невыгоден. Вы приедете, вашу машину очень сильно занизят по цене. Но при этом там скажут, что поддержка 100 тысяч. Когда ее просадят там на 150-200. Поэтому здесь все повнимательнее, смотрите. Но в целом вот так вот для, скажем так, мая 2020 года, несмотря на всю эту ситуацию, я бы не сказал, что какие-то страстные вещи пока что происходят. Четвертое, Nissan. Салон открылся с 12-го числа, но открылся тоже в таком режиме. Вот нам по телевизору говорят, все, нерабочие дни закончились. По факту, как бы работать вроде бы можно, но с другой стороны, вы сами знаете, что работать нельзя. Посещение салона строго в перчатках и в масках, но тем не менее, никак это не контролируется. Очень сильно упали поддержки от производителя. Если раньше на Nissan действительно были хорошие поддержки, патриды интакта, в принципе, можно было сторговаться. Было очень много автомобилей, которые можно было найти, которые прям реально сливали там с бешеными скидками. Сейчас стараются все это ужимать, чтобы оставался больше доход на автомобиле, потому что, ну, сами понимаете, зарплата, аренду, все это платить нужно. Привожу вам несколько живых примеров. Допустим, смотрим Qashqai, который стоит по цене 1 850 000. Его можно забрать за 1 700 000 рублей, минус 150 000. Но это при условии того, что это прям будет очень хорошая скидка, что вам, грубо говоря, отдали весь там навар. Такое реально, но это вот в силу конкуренции. Так, в среднем, думайте, вам могут скинуть 20 000 рублей, где-то 50 000 рублей. Вот диапазон. На Nissan X-Trail, если он стоит, допустим, 1 900 000, там 1200. И та же самая история по диапазону. Это два самых наиболее продаваемых автомобиля. Там, что будет с жуком, то же самое можно будет договориться, но смотрите уже сами повнимательнее для себя. Имейте в виду, что по трейды, но поддержки тоже упали. Если раньше, например, поддержка у вас там порядка 200 000 рублей, сейчас она в районе там 120 000. Нужно смотреть, нужно все высчитывать. Очень важно понимать, что у Nissan очень много автомобилей, которые долго стоят. Что это значит? Изначально, когда автомобиль стоит на складе, я простыми словами расскажу, он бесплатный и простой. Но потом есть период, когда включается счетчик, и уже сам производитель говорит, так, ребят, что вы там не продаете, что сидим, давайте платить деньги за то, что машина просто стоит. Поэтому дилеры многие эти тачки реально пытаются скидывать. Кто хочет присмотреться к Nissan, вот не дурно посмотреть на 2019 год. Помните, вот в прошлом году, или даже уже два года назад, покупали автомобиль, я начинал искать Qashqai со скидки, там что-то в 60 000 рублей, в итоге купили со скидкой минус 160 000 рублей, еще там ряд удобоборудований надарили, за наличку, там без каких-либо трейдынов. Поэтому найти все можно, то есть ничего страшного, вот пока так вот смотришь, ну да, там подупали поддержки, но в целом найти выгодное предложение можно. LADA, которое не должно быть в нашем списке, но тем не менее, общаясь с одним из дилеров, он говорит, при нас, при компании есть также LADA, вот я ее из окна вижу, продажи идут, никто не жалуется абсолютно. Вот народ приходит, покупает, на них так-то никогда скидок не делали, там какая-то цена может и выросла на них, но сам факт того, что на LADA там в лучшие времена можно было скинуть, ну там до 30 000 рублей. Сейчас там особо никаких скидок нету, но народ покупает, то есть в частности отечественный производитель пока что никак не жалуется. Ну я имею в виду, никак не жалуется с точки зрения продаж в нынешних ситуациях. По статистике, конечно же, сейчас у всех автомобильных производителей продажи упали. Ну а мы с вами подъезжаем к немецкой тройке, сейчас будет жирненькая информация, но я постараюсь структурировать вот прям по трем брендам. Значит, смотрите, начнем, давайте с BMW. Как происходит продажа? Все происходит дистанционно. Это, знаешь, такие типа а-ля технологии, ну интересно было послушать. Полная бесконтактная оплата, то есть вы не можете приехать в салон, там в кассу сходить, вам отправляют ссылочку, вы оплачиваете 4, 5, некоторые платят 6 миллионов рублей по ссылке. Все документы, все договоры, все вы это смотрите тоже дистанционно. То же самое с кредитами. Все происходит так, что вот вы взаимодействуете из дома. Далее, если машина, например, находится на складе, ее пригоняют к дилеру, они ее моют, чистят, фотографируют, снимают детально все, что вы просите, например, колесико покажите, вам все это фотографируют, отправляют. После того, как вы все увидели, готовы машину принимать, вам происходит доставка. Если вы, например, находитесь там в Москве, ну либо в ближайшем Подмосковье. К дому подъезжает эвакуатор, вам выгружают автомобиль и привозят пачку документов. То есть там все подписи проставлены. Я, конечно, не знаю, как вы там подписываете их экземпляры. Может быть, на месте это все расписываетесь. Но говорят так, что с документами все приезжает, и вы на месте это уже дооформляете, включая ПТС. В общем, весь комплект документов. Что по ценам? По ценам вот это вообще очень круто. Цены, естественно, у них выросли больше, чем у предыдущих автомобилей. Но, опять же, у них и так цены изначально были высокие. Самая простая версия, 318-я дизельная, она идет задним приводом. То есть это альтернатива 320-й. 320-й на заднем приводе больше не будет. Комплектация Sportline наиболее такая оптимальная для нее. 2 миллиона 250 тысяч рублей. Вот примерно за эти деньги можно сейчас забрать машину. Если мы смотрим 320-й, то это будет либо бензин, либо дизель, полный привод, М-пакет начального уровня. Ценник примерно, ребята, 2 650-2 800. 2 800 называют даже запасом, как бы мне называли 2 750. Но здесь логики нет вообще абсолютно никакой. Потому что, например, мне рассказывает менеджер, говорит, вот одну машину продавали 2 750, она на номерах идет уже. Другую машину продавали точно такую же, новую, без номеров, за 2 650. Поэтому здесь важно понять одно. Нужно выжидать, нужно смотреть, нужно искать. BMW 530-я дизельная. Помните, те самые шоколадки, которые уходили по 3 450-3 600. Вот в этом диапазоне машины продавали. Можно было сказку забрать, там про за 3 600 машину, уже сказка. Суть в следующем. Эти машины... Прокурор. Сейчас эту машину за наличку продают примерно за 4 миллиона 100 тысяч рублей. Мне звонят люди, общаемся, вот разные со всей стороны. Кому-то называют 4 200, 4 220. Кто-то рассказывал, что купил за 3 890. Ни в коем случае не хочу там, не доверять людям, но в целом я таких цифр не находил. Потому что такие цифры мне называют при условии трейд-ин, при условии кредит, при условии каска. А это, сами понимаете, что можно и за 3 500 машину продать и сейчас. Важно смотреть, по какой цене вам оценит автомобиль, сколько будет стоить каска и что вам там накидает в тело кредита. Но важно понимать, что раньше розница у этого автомобиля была примерно 4 миллиона 520 тысяч рублей, считай, скидывали миллион. Но другие дилеры скидывали 500-800 тысяч рублей. Можно было легко найти. Сейчас машина стоит по рознице примерно 4 700-4 800 в этом диапазоне. Но вот те же самые 500-600 тысяч рублей скидывают. Новая версия BMW 2 серии 218 она идет с передним приводом и в M Sport Pro. Такая комплектация вам обойдется по цене примерно 2 миллиона 100 тысяч рублей. 520 Executive примерно 2 миллиона 790 тысяч рублей это на заднем приводе. Подчеркиваю, раньше подобные автомобили можно было купить 2 500-2 600 это даже уже было дорого. А так некоторые до 2450 забирали. Полноприводные версии это около 3 миллионов рублей то есть 2 990. BMW X5 вы просто офигеете 3-х трехлитровые дизельные M Pro версии такие самые-самые самые интересные на мой взгляд. Их просто-напросто нету. Машины разбирают на них просто был бешеный ажиотаж. Есть комплектация тоже там неплохая X-Line 5800 примерно. С нее скидку сделают там 1150-200. X6 та же самая история как и с X5. X7 вот казалось бы да вот там X7 там 7-8 миллионов машина стоит а некоторые там 10 миллионов. Вот вчера звонил человек то есть он собрал комплектацию сам 10 миллионов 250 тысяч рублей стоит машина скидки на них можно получить но это проще сказать так все сугубо индивидуально потому что на некоторые 300 тысяч скидут там 500 здесь такой темный лес это нужно прорабатывать уже отдельно индивидуально факт в чем купить машину можно не выходя из дома все можно оформить и вам ее прямо к дому привезут далее идем Audi схожая ситуация как и с BMW только например если в BMW у всех стандартно доставка на дом то у Audi там чуть иначе они говорят типа мы доставляем на дом ну как бы с теми с кем комфортно работать как бы потому что эвакуатор один гоняет не всем успевает привозить не прямо вау по продажу но тем не менее менеджеры шевелятся двигаются и звонки есть и им и мне как бы запрос реально по Audi приходит значит смотрите я вам приведу несколько примеров звонил нескольким разным дилерам специально говорю нужна Audi а4 вот человек искал с полным приводом один присылает коммерческое предложение другое ценник одинаковый по рознице 3 миллиона 580 тысяч рублей а четвертое полный привод 249 сил здравствуйте один предлагает скидку 500 тысяч рублей то есть за 3 миллиона забрать машину другой предлагает машину за 2 миллиона 400 тысяч рублей то есть практически миллион 100 она 19 года вот стоит фотографии присылает вы даже можете видеть как бы кто хочет ее можно забрать вот вам пожалуйста при этом покупят те машины которые ранее продавали там примерно 2 600 52 800 сейчас эти машины скорее будут около трех а то и выше поэтому картина такая же что в принципе можно все заказать все посмотреть вас удовольствие встретить опять сейчас отношение менеджеров клиентов стало на уровень выше звонков меньше продаж меньше планы горят а у них у всех издельная оплата там условно минимальный оклад и дальше за все что ты наторговал поэтому вас вцепится по полной программе ну и мерседес здесь к сожалению буду совсем краток объясню почему похожая ситуация как с ауди как с бмв машины есть скидки делают общаюсь с менеджером говорю ну что там по скидкам блин ну варианты есть всегда вот хороший ответ варианты есть всегда поэтому любой автомобиль абсолютно можно найти со скидочкой смотрели там те что стоят к примеру 3 миллиона рублей там 200-300 тысяч рублей с них скидывают понятное дело что вы хотите услышать подобную конкретику как по бмв там подборку ребят скажу честно чаще всего обращаются люди за бмв вторым идет ауди третьим уже идет мерседес то есть да запросы приходят но прямо по бмв очень много продаж нежели чем по мерседесам хотя наверное если смотреть официальную статистику она может отличаться но у меня получается вот так поэтому здесь скажу следующее что машина есть все это можно купить скидку вам сделают не такую как раньше но тут уже больше зависит от вас как вы договоритесь далее мы переходим два брата акробата Hyundai и Kia в частности я общался с ребятами с Hyundai значит машин мало в каком плане поставок нет почему-то и машины сейчас пока не привозят когда будут привозить никто не говорит выросли цены примерно на 10-20 тысяч рублей то есть каких-то космических изменений по цене не произошло чтобы там плюс 100 и 200 и уж тем более Solaris естественно много но как выясняется не так уж они сейчас и востребованы то есть их берут те же самые подработал в такси может в корпоративный парк а вот такие машины как Creta Tucson Santa Fe машин мало поэтому скидки на них там мизерные они и раньше были мизерные то есть там в лучшем случае на Creta это было 30-70 тысяч рублей на Tucson и того меньше даже там 30-50 на Santa Fe это было около 100 там если свыше 100 это прям круто подчеркиваю я называю за наличку у них урезают у всех штат то есть раньше было полно менеджеров машин много продают рецепшен везде всех подрезают поэтому ситуация такая неприятная и то же самое происходит с Kia то же самое плюс там 10-20 тысяч по ценам выросли машина как бы есть но вот например многие сейчас хотят купить Kia Cerato новые в комплектации GT Line почему-то востребованная машина потихоньку становится так название вот по ней но машин вот этих например в наличии нету поэтому в целом кто раньше там не знал она существования скидлик и думал ну пришел там в салон стоит машина там миллион двести она стоит ну за миллион двести я ее возьму для вас можно сказать у них не изменилось ничего есть машина в наличии если она вас устраивает по цвету по комплектации пожалуйста оплачивайте забирайте важно понимать что сейчас вроде как они уже ПТС выкупают просто в апреле было так что выкупать ПТС они не могли сейчас все потихонечку пошли продавать машины Toyota здесь изначально у меня произошел маленький фейл я позвонил знакомому менеджеру он говорит Toyota передай им всем что она говно говорю а что случилось да вот сократили его попросили по собственному желанию написать заявление хотя проработал 3 года я говорю а что продажи плохие были да нет в целом нормально ну короче определили его как слабое звено поэтому он передавал им привет сказал что все плохо сократили в начале апреля позвонил другому менеджеру с кем прям буквально одну-две машины покупал ну давно тем более он что-то как-то начал кашу по тарелке размазывать факт в том что изначально когда вся эта движуха начиналась они там типа кричали о том что мы единственные кто не поднимаем цены ну в частности Toyota потом они естественно цены подняли тоже не прям сильные изменения произошли а так дальше все как у всех то есть скидку они в любом случае сделают все зависит от модели например я знаю что на королу там вряд ли вам что-то скинут а например на популярную камри я уверен на сто процентов в любом случае по розничной цене вы ее не купите скидку сделают дополнительную кредит та же самая история как везде у всех абсолютно BMW Audi Mercedes первая основная задача вам в кредит что-то накинуть то есть просто так вам его никто не рассчитает при этом при желании по закону вы имеете право взять здесь уж как вы договоритесь поэтому с Toyota дело в принципе как у всех чуть-чуть цены выросли но договориться по скидкам все реально и в завершении у нас идет Mitsubishi или Mitsubishi кому как больше нравится факт в том что у них тоже упали поддержки от производителя но тем не менее машины есть у них полно машин на складе поэтому с этими товарищами запросто можно договариваться и с трейдином и с кредитом насчитывать здесь ребят повторяюсь конечно но одно и то же очень важно будьте внимательны потому что кредит это очень важно обманывают очень сильно по всем автомобилям с удовольствием вам сделают скидки вот эти вот Mitsubishi Pajero L200 хорошо в принципе расходятся и ISX и в том числе и Outlander да не в больших тиражах но спрос на машины есть сами можете видеть помаленьку но они мелькают в городе появляются на основании всей собранной информации нужно сделать выводы с одной стороны казалось бы мы два месяца уже практически сидим без работы вроде как работать можно но работать нельзя повезло конечно тем у кого там это никак не коснулось либо кто-то в кризис там заработал еще даже больше для простых людей в целом вот мы в комментариях там обсуждаем вот нахрен эти машины кому нужны как показывает практика потихонечку народ просыпается те кто копил давно на машину скопил сумму и вот она у него лежит почему-то ну хотят люди купить как бы все люди взрослые дети машины не покупают поэтому здесь уж пусть сами думают на что они тратят свои деньги поэтому потихоньку в частности на момент 2020 года мая середины рынок потихоньку оживает хотя говорят следующие прогнозы что краткосрочный будет рост а потом просто будет спад и серия что сейчас люди кто скопил денег по резкому валютах машины ожидая того что сейчас рубль обесценится ну и вся вот эта история многие пишут мне с вопросом ну сделай прогноз что будет дальше друзья я стараюсь не делать прогнозы вообще почему приведу вам два живых примера первый в 2013 году когда курс доллара начал расти очень много известных экономистов в нашей стране именитых экономистов там оппозиционных экономистов рассказывали о том что сейчас доллар вырастет до 100 рублей там до 120 он остановится на этой отметке многие люди их послушали я знаю те кто покупал доллар на отметке там 70-75 рублей в итоге что произошло он остановился там в лучшем случае на пике до 80 потом откатился на 62-67 рублей в этом диапазоне пожалуйста а это говорили именитые экономисты далее ситуация с коронавирусом если бы кто-то из нас допустим я бы там три месяца назад сказал бы что Москву будут закрывать все города будут везти по пропускам просто так на улицу не выйдешь будут бешеные штрафы вы бы сказали все Димон кукушку поехала дизлайк отписка там пропаганда еще что-то ну и так далее а это произошло на деле поэтому хрен его знает что будет дальше покажет лишь только время проще жить наблюдать за ситуацией смотреть но скажу одно у кого все хорошо покупайте машину у кого как бы деньги там впритык кто не знает что будет дальше нахрен они вам не нужны ни машины не покупайте ни кредита не берите вот лучше существуйте потихонечку тратите там да экономно вот этот лучший вариант и та же самая ситуация по вторичке появилась куча умников или даже дураков или каких-то продуманных перекупов люди звонят говорят то что выставил тачку на продажу за миллион приезжает человек и начинает ему доказывать что ей цена 600 тысяч рублей на основании того что сейчас типа кризис и поэтому никто их покупать не будет ты потом просядешь вообще не продаж в общем какую-то дичь вытирать типа за 600 тысяч мне отдавая я ее заберу сейчас поэтому будьте внимательны мошенничеств сейчас очень много сейчас кто угодно пытается заработать в интернете поэтому друзья особо верить никому не стоит нужно все проверять за всем следить в общем вот такая история информацию я до вас донес все кто хотят купить на телефончик прозванивайте собирайте минус один в том что сейчас вы свободно не можете так вот кататься передвигаться по салонам лучше все это делать на телефоне если вдруг у кого-то из вас не получается самостоятельно купить автомобиль вы знаете кому звонить блондин все это сделает за десяточку ребята десяточка и будем работать все ссылочки на мой сайт на мои услуги остаются в описании вот такая история получилась подписывайтесь обязательно на канал подписывайтесь обязательно на инстаграм я вам не просто об этом говорю там публикации новости высказывайте ваше мнение заранее очень полезная вещь ставьте лайки ставьте дизлайки высказывайте ваше мнение в комментарии до новых встреч всем пока-пока Продолжение следует...